друзья всем привет приехали мы с олегом исполнить одну нашу давнюю мечту половить хариуса на одной таежной речке которая находится на трассе м8 давно уже много лет собираемся попасть в это место наконец приехали уже лет 20 мечтаем ну и посмотрим что из этого получится так что вперед не самая простая задача у нас в таких завалах ловить хотел друг друга поснимать но олег уже куда-то свалил потому что тут такое место что вдвоем в одном месте крайне затруднительно ловить но будем что-то из этого пробовать сделать и поймать что друзья начало уже есть поймали по одному хайруску так вот она рыбалкой происходит на таких речках на червя с удочкой конечно на поплавок гораздо лучше в таких ловить на длинную удочку можно просто метровый кусок лески куда надо отпустил и выловил с блесной тут еще надо между этих веток умудрится закинуть но тем она и интереснее это рыбалка на таких речках вот за такой рыбкой мы ходим рыбкой в одном месте может быть и не один хайрус иногда попадаются очень интересные места иногда прям вообще сильный завал вот так впереди и и и и и и и и кинул в таком очень трудном месте со второго заброса хороший хороший хайрузок ну крупнее тех что были по нашим меркам это хороший может там грамм 200-300 не понял я такой тупой удар в урунчик и все после этого сколько кидал не взял поставил воблерок маленький тоже ничего не взял а все уже рыбу-то напугал на с первого раза вытаскивать и плюсом ко всему еще обнаружил что сапог течет достаточно сильно короче первый хариус которого оставил на червячка бы я его взял только в раз бы кину тут он и есть так придется оставить другим рыбакам я задолбался тебя ждать там кричу 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 ты ушел херзна откуда ты обловился места эти там столько рыбы в том месте там глубина метра два наверно если не больше я зацепил на другой стороне хрен обойдешь кричал кричал тебя хернаны пришлось раздеваться переплывать бобры сегодня ползали мутная вода это бобр бобры добры плотину хотят сделать видимо таскивает всяких вам лишь положил как это бобра так положил фундамент там сверху вот это не течением набил это они такие постепенно начинаем понимать что много хариуса нам поймать не удастся внутри штучки уже поймали и было раз два три схода поклевки 4 поклевки то есть получается если мы были с удочкой с червем то там конечно ты убиваешь уже 99 процентов популяции очень редко бывает сходы какие-то вот наблеснул второй раз он уже не хочет клевать все ходили таких видишь открытых мест немного красивый папоротник гигант о козыр ну-ка подними эй козел козел заход кайти зафоткаю тебя смотри нормально опять ударчик есть поймал два удара первый не засекся потом ударчик потом поймал пришлось супер нижний заброс применять ну вот отсюда 32 32 я этот на факт впереди знаешь как снизу так а а а а а против течки против течения хороший заброс зря не пропади о давай 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 я говорю там еще был один давай давай прыжок прыжок это самка мартале сейчас свалит а а 33 дырка а а аппаратник мощный а а а а а а а а ну-ка ко мне кидай и и и и и и сейчас было несколько еще поклевок но не вытащил ничего и пауэрбанк что-то мудить из пауэрбанка камера не снимаю поэтому дальнейшие съемки будут несколько затруднены так как на экшн камере батарея садится очень быстро без пауэрбанки соответственно придется какими-то маленькими эпизодиками снимать а так вот вот прям папоротникова роща какие-то какие-то очень интересные какие-то какие-то очень интересные красивые места олег ушел уже вниз очень далеко говорит тут мелко все тем не менее пока было мелко я пару хайрусков видел но не засеклись пойдем ловить дальше пока по-моему у нас пять или шесть наверно шесть уже и с с м м и а и 3 Страшные вальшни? Клевало? Что ты вальшни поиспугался? Сосны что ли? Откуда взлетел? На берегу? О, поталкает. Идет, идет, едет. Давай, давай, на берег, на берег, на берег, на берег. Съемет, съемет, съемет. Ну ты жир. Вальшнепиный жир. Ай, завыпендривался. Идет первый всех аэрозов. Ой, да, конечно. Кидай, кидай. Теперь-то уже хер, там что кинешь? Конечно. Ты что, меня успокаиваешь, что ли? Заглот. Видишь, кончил. Давай, кидай. Заглот. У меня уже не легче достать. Так, наверное. Осталось еще в этом хаусе найти, вот, на юбилюшку. Тебя желтая? Да. Небольшой аэрозов только в Гран-100 подошел, но даже не ударил по песни. Не жалко. Ну, я видел он. Полношко утром, как я увидел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что поставил? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Итак, промежуточный итог. Несколько сходов. Ну, скажем так, больше половины сходов. Ну, сходы есть, поклевки есть. И поймали. Поймали мы где-то процентов, наверное, 30. От всех возможностей. Вот. Вроде бы как уже охотку сбили. Уже вроде бы и покушать хочется. Но характер реки, кстати, немножко изменился. Стало более такие высокие берега. И видно, что речка сильно-сильно вниз идет. Поэтому, возможно, будут более интересные и красивые места. Но пока вот больше одной рыбины в одном месте еще не встречали. То есть, если сошла, значит сошла. Поймал, значит поймал. Вот такие вот у нас пироги с котятами. Кожир. Это куртка для камеры удобная. Карман, кстати, сбоку. Угу. Не, она сначала, если не понравилась. Потому что везде... А потом подел, да-то нас... А потом должна... Что, я там, зонтовка тогда выходила. Что, я, здесь, здесь, здесь... А, вот такие вот... А, вот такие вот... А, вот такой вот... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Я еще говорю, ни хрена ты метнул, блин Смотри, все Причем метнул-то не туда, куда хотел, он со стороны пришел Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да видео до стрела такая который сошел окон причем этот снизу пришел то почти сверху так отсюда просто тебя испугался если вот над головой Да, 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 да Видит, Митя Сейчас попробую подойти поцепить Сейчас намутишь За него, положи за него Эй, меня поймал Все, ушел Вон, ниже, видел, вплюхнулся? Такой, все, не мелкий пошел Крупняк Там просто, видимо, вышито Под вылой, да, они сильные Зараза Довольный-то, довольный Конечно Конечно, не как у тебя гигант, но Ты давай гигант, почему я таскать твою рыбу У тебя, у тебя, у тебя У тебя Селезень, у тебя Давай теперь моя очередь подметать камеру Давай, сейчас руки вытру Приняли волевое решение, вернее, вынужденное решение Снимать по очереди, потому что Двоем ловить в одном месте смысла нет Одна рыба в одном месте Поэтому Поймал, снимаешь Поснимал, ловишь Так будет продуктивнее Сволочь Да, там О, плюхнулся, видел? О, дай второй спиннинг Что за паска? Блин, у тебя такая... Палка толстая Палка вообще просто Как ты на эту палку ловишь? Ну Там, конечно, кайфа на тот Намного больше он такой чувствительный Да я тебя понимаю, я же Ловил Ох, блин, вот он, вот он Вот он, скажем сюда А, вижу, вижу Ушел, да? А, вот он Все, уберем, попробуем Так, это Задеревно Если спать, то придется Перед деревом Там Воронье горит Блядь, постой-ка Не дольше это Воронье горит Даже странно, да? Да Хе-хе-хе-хе-хе Рыба Рыба-то может быть? Или нет? О, есть О, есть Опа Мехряк Ты ничего не поверил, что ли? Я не поверил Ты не поверил, что у меня такой мехряк? Смотри, какие пузатые все Блин, вот они ссы А, слушай, проверим Чистить будем, проверим Так-то уже должен от нереститься время Все-таки середина июня Это он, значит, сытый? Может, он из-за этого не клюет, что сытый? Он нажрался тут этих миеев Тут Ельцов Сам себя Икры своей же Бобров Может, этой икры бобровой нажрался О, хватка! Детский Ну, помнишь, с тобой раз два больше находили? Да, да, да Тут, один, нижний жерной Внутри трутим Два, три, четыре, пять Сейчас руками буду руки ловить. Видимо нычка есть, убежали. Вон второй, этот до краскола, а тот даже не раскололся. А он внизу там в воде? Нет, там тоже трещина есть. Это значит фундамент от мельницы. Тут мельница была. А почему они на реках-то делали? Почему жернова на реках-то? А типа мельница водяная? Раньше не было электричества, это сейчас. Ну, 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 поняла, понял. Мы с тобой ходили тогда на реках. Да я понял сейчас. В самом верху. Раза в два больше этого. Один такой здоровый, как колесо от белоруса. Чуть поменьше. А второй поменьше. Большой маленький. Эти из одного размера оба. Сейчас уж эти, знаешь, есть сейчас любители всяких ценностей, так со всех речек популярных перед искалечью жернова. А тут, видимо, не знают или не добрались. Как-то это, артефакты. Ну да. Как минимум несколько сотен лет. Вот она и яма мельничная. А, тут попробовать хайруска такая, да? Вот что-то. Вот в этой стороне. Помнишь нам каких? Хайрусов на ямах, на мельнице слоили. Да. Вот. И тут какой-то может быть. У нас почти на каждой речке мельницы. Ну, останки мельниц. Я-то помню еще вот лет 20-25 назад ходили по речкам. Везде жернова у каждой мельницы. Не два, так и один все равно валялись. А сейчас все эти артефакты растаскали по своим там усадьбам, еще куда, по музеям. И вот только на таких глухих речках, хотя тут до деревни очень далеко, но вот мельница здесь стояла. Вон бревна видно от мельницы. И два жернова. Мололи муку. Видел изделие справа от тебя? Муду. Буду. Буду. Нет, я не буду. Ты видел свою физиономию, как ты ее скривил, чтобы сделать заброс? Да? Блин, без такого не получается. Да? Попроще. Попроще-то будь. Не скривежь, как она улетит в эту траву. Да? В траву. Ты где-то траву нашел? Одни камни вокруг. Кучки. Давай ниже камня, иди кидай, там уже этот тебя ждет. Друзчик ниже камня. Да. Кого? Это меня зовет. Это тебя зовет? Да. Ого! Идет-идет-идет-идет. Нет? Показалось. Справа-то кидай. Ты влево зайди, и вправо под куст кидай. Чего тебе всему учить-то надо? Ого! Видал? Сейчас сразу же поймаешь. Никого тут нет. Ты же сам говорил, июль на рыбалку плюнь. Потом июль на рыбалку плюнь. О! Хорюс! Вроде бы и место. Что такое? Ни камушка, ничего. Почему? Вон есть камушек. Камушек. Таким большой вот этот. Только тоже мы забыли. Какие они? У! У тебя вообще все блесну со схавал. Ага. Ну-ка. Свалит или нет? Чего-то поймал. О! Добой, добой, добой! Сейчас свалит. А, да, кстати, там есть камушка. Ты же кидал туда только что. Видимо, не туда. Или не кидал. Да, слушай. В отличие от того, которые в начале были. Там ели типали. А тут все более жадные. Такие. Этот вот последний пять раз подряд теракнул. Поголодали. Ну, короче, там. Это не отпускной уже. Ах! Блин, как меня комары заразили списали. Здесь мы прошли тут, блин, эту муть запустили. Ну, пустик. Кофрелистика всегда хорош. Хариус берет. О! Видел? Угу. О, хватает, хватает, хватает. О, хватает. Опять их два раза кипнул. О, опять влюхнулся. Может ельчики? Ну, мальчик. О, ничем не хочет. Нужно не хочет. Это там, где рел по-другому. О! Блин, какой он такой! Я в ней за рта выписал. Не ожидал, он сразу же схватил. Ты закреладок ссякешься, ссечешься. О, блядь. Какой он такой? Не под водой была, поэтому она вылетела. Сучара. Единственное, падла растет. Вон, ниже, видел плюх? Олег. Еще, еще, есть. Я говорю, это рыба была. Тут видишь, ручеек втекает. Блин, у меня камеры нет, у тебя что ли? Не, не надо. Смешка. Это сегодняшний след статус. Так я тебе и говорю, вообще свежак. Да, небольшой. Трехлеток. Вот смотри, это у нее передняя лапа. Такая широкая. Сколько она? Нет, не трех, больше. 12 сантиметров. А это вот задняя. Видишь, длинная какая? Да. Вот он, видишь, отсюда. Ага, вот, смотри, остался. Бляха, приносит трехлеток такая лапиня. Не, 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 это больше, это не трех. Ну, вроде без медвежат, поэтому нам повезло. Если бы с медвежатами, он бы нас съел, она. А так, свалит, да и все. О, может тут хариус есть. Смотри, как место. Давай тут, где медведь, костерок разожгем. Так, интересно, сколько этому медведику? Сколько ему? Раз. Вторая. Чуть больше. Эх, не хватает. Решили, что медведь на плохое место не выйдет. У меня поклевка здесь была, да и место более-менее высокое. Будем кастроваться. Чаек, рыбу надо очистить, чтобы не испортилось. Хариус очень быстро портится, поэтому, я помню, мы летом ловили, когда жара, так мы там каждые полтора-два часа этого рыбу пойманную чистили, чтобы не испортилось. Аначе у них раз и кости все отходят от туловища. Сейчас попьем чайку, сварим ушицу и пойдем дальше ловить. Заодно подведем промежуточный итог. Друзья, нашей мечте об ухе из Хариуса не суждено сбиться, потому что два мудака... Короче, мы соль забыли взять, а без соли такое себе придется колбасу с хлебом есть и чай пить. Уха только дома. Так что сейчас мы чаевничаем. Ну, с другой стороны, может быть, и хорошо, время сэкономим. На уху все-таки там еще плюс полчаса, а то и больше. Пока готовишь, пока чистишь, пока ешь. Так что мы пьем чай, немножко просохнем и... А, рыбу почистить обязательно. Выпукаем рыбу и дальше пойдем. Медведя здесь оставим, у костра кишки. О, он, кстати, на кишки придет, нефиг делать. Слопает. Э! Что-нибудь у нас тут на рубишке есть? Яйца таскалю. Медведя здесь. Как раз здесь, где-то, где-то, где-то. Да не они, наверное, его. Он там что-нибудь раззарял такое-нибудь. Да-да-да-да. И чуть-чуть порезал. Ну, может, ты уже бобра поймал. Вот так, друзья, наш промежуточный итог. 12 рыбин. Самый крупный, ну, я думаю, грамм 300. Я что-то и не взвесил. Ну, пусть будет 320. Ну, так как я заменьшаю 330 к каждому. Ну, в принципе, это хороший размер. 200-300 грамм, это нормальный, хороший корюс. Да. Продолжение следует...